Второй день рождения празднует клуб музыкальный вернисаж. Почитатели изящных искусств встречаются, чтобы проследить взаимосвязь и стилистическое единство изобразительного и музыкального искусств разных эпох. Это не просто лекции. Участники клуба обмениваются мыслями, задают вопросы, спорят и, конечно, получают удовольствие от общения с близкими по духу людьми. А совсем скоро автор проекта Александр Вовненко совместно с единомышленниками представит новый проект, посвященный Году театра в России. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Александр Вовненко, автор и ведущий проектов музыкальный вернисаж и театральное собрание, преподаватель школы искусства и гуманитарных наук ДВПУ. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Анна. И Ксения Баринова, автор и ведущий проекта театральное собрание, преподаватель школы искусства и гуманитарных наук ДВПУ. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Анна. Ну, я для начала, конечно же, хочу сказать слова поздравлений. Спасибо. Александр, вам лично. И клубом музыкальный вернисаж. Замечательный клуб. Спасибо. Как мы сказали, там встречаются поклонники изящных искусств, единомышленники. И уже прошло 31 собрание, если не ошибаюсь. По-моему, да. По-моему, да. Да. И, конечно же, уже сформировался свой такой коллектив, наверное, если можно сказать. Александр, как сегодня живет музыкальный вернисаж? Давайте, наверное, расскажем о нем все-таки. Может быть, кто-то еще вдруг не слышит. Ну, я, во-первых, благодарю вас. И, конечно, прежде всего, благодарю зрителей Восьмого канала, которые приходят к нам, и вообще публику, которые приходят в Приморскую государственную картинную галерею. Клуб живет сегодня в пятом сезоне, который весь посвящен искусству Франции. Вот я подумал над тем, что было бы неплохо. Как-то цикл этот объединить в какую-то тему. И вот пятый сезон мы посвятили Франции и французскому искусству. И прошли уже довольно долгий, большой путь. Начиная от Людовика XIV, короля солнца, заканчивая... Вот сейчас у нас будет уже Пабло Пикассо или Пикассо, кому как больше нравится. А впереди еще одна встреча в июне. И потом мы уйдем на небольшой такой каникулярный период, в результате которого должен появиться шестой сезон, программа шестого сезона. Я пока, честно признаюсь, еще не знаю, чему он будет посвящен. И в этом смысле я всегда открыт к предложениям. Ведь это клуб, а не какая-то такая вот командная, что ли, система. Хотя мои просьбы к публике, которая собирается в Приморской картинной галереи, обозначьте, о чем вы хотите послушать. Они всегда заканчиваются фразой из зрительного зала. Да нам не важно, что вы рассказываете. Главное, что вы рассказываете, понимаете? И это, с одной стороны, очень приятно, но, с другой стороны, как-то не дает мне полностью реализовать вот эту концепцию клуба. Действительно сформировалась постоянная публика. Есть определенная часть, которая постоянно ратируется. Кто-то приходит, кто-то остается, кто-то не остается. Это естественный совершенно процесс. Вот мне радостно, что Ксения Владимировна... Это же вы прекрасно знаете, что вообще среди коллег очень сложно, когда люди, значит, у всех свои дела, у всех свои проблемы. А тем более ведь все же, как бы сказать, принципиально к этому ремеслу относятся, ну, одинаково. И Ксения Владимировна, вот, например, читает лекции. И я, и мои другие коллеги. Но мне очень радостно, что вот коллеги из школы искусства и гуманитарных наук, в том числе Ксения Владимировна, постоянно посещают, можно сказать, музыкальный вернисаж, понимая, ну, вот, как бы особый жанр, что это не лекция, что это такая история, связанная с просвещением, если хотите, с досугом, то, что было, то, как это раньше называлось в советские годы, вот. И это не научная, не академическая среда, история, да, а такая просветительская, что ли. Поэтому, и мне очень радостно, что мои коллеги, обремененные даже учеными званиями, степенями, они, как бы сказать, вот подскажите, как вы к этому относитесь, Ксения Владимировна? К вашему дому? С пониманием, вот, с пониманием относятся к этому жанру. Студенты очень точно понимают, какой преподаватель интересный, а какой не очень. И вот, собственно говоря, основой моего знакомства с Ксенией Владимировной, и это было именно вот какие-то такие фразы от студентов, а там вот есть Ксения Баринова, которая очень интересно рассказывает и даже показывает на лекциях, ну, не знаю, сериал «Шерлок», для того, чтобы проиллюстрировать какие-то вещи. Вот, и я понял, что вот надо с Ксенией Владимировной дружить, в результате чего появился еще один проект. Да, давайте, наверное, перейдем к театральному собранию. Это название вашего совместного, как вы сказали, проекта. Я так понимаю, что он приурочен году театра в России, безусловно, не без этого. Конечно. Такой замечательный повод есть, но есть и необходимость его создать, открыть. В общем, вам слово. Расскажите, что это за проект, что он из себя представляет. Этот проект родился не только в результате наших каких-то совместных размышлений с Сеней Владимировной, а по, можно сказать, инициативе командования Тихоокеанским флотом, который сегодня очень трепетно, очень сосредоточенно размышляет не только о каких-то важных военных делах, морских делах, о том, каким будет праздник дня ВМФ, который вот ближе, все ближе. И надо сказать, что ведь, по сути дела, этот праздник городской, он, поскольку город появился благодаря военным морякам, то и праздник он наш, всеобщий. Вот, но командование и командующий Сергей Иванович Авакянс, вот он очень размышляет и над тем, чтобы дом офицера флота, замечательное здание, которое находится в центре города, на улице Светландская, вообще являющееся памятником архитектуры, мы, может, этого не знаем, потому что в силу каких-то исторических моментов эта красота конструктивизма 30-х годов, она сейчас от нас спрятана, но вообще здание уникальное, замечательное, и там, в этом здании располагается театр, драматический театр Тихоокеанского флота. Успехи театра, его команды, замечательного режиссера, романа, вылетела фамилия? Колотухина. Колотухина, да. Все как-то так говорило о том, что эту деятельность, ее надо несколько усилить каким-то вот таким просветительским проектом. А еще я должен дополнить вот какую вещь. Я уже сказал о том, что город у нас морской, военно-морской, но у нас еще и город довольно театральный. И здесь речь идет не только о том, что существует театр молодежи, академический театр имени Горького, театр кукол, драматический театр флота, но я не знаю другого такого примера, когда на заре становления города два купца на одной улице соревновались друг с другом не в том, чтобы построить торговый, развлекательный центр, а в том, чтобы построить театр. И в этом смысле город Владивосток, он военно-морской и театральный. А, ну я, конечно, должен упомянуть Мариинский театр, безусловно. Вот. И эти две как бы ипостаси, драматический театр флота, по-моему, прекрасно в себе соединяет, по-моему, прекрасно в себе интегрирует. И у нас родилась идея создать такой просветительский проект в доме офицера флота. Мы надеемся, что он запустится вот после майских праздников. Который будет базово состоять из двух частей. Первая часть, она будет посвящена драматическому театру. И здесь, наверное, подробно расскажет Ксения Владимировна. А вторая часть музыкальному театру. И все это мы вот как-то решили обозначить началом 20-х годов. Простите, началом 20-го века. И ваш покорный слуга расскажет о произведениях, написанных для музыкального театра Прокофьевым Сергеем Сергеевичем, Шостаковичем Дмитрием Дмитриевичем, Игорем Федоровичем Старовинским. И такая хулиганская тема, связанная с тем, как футбол позиционировался на театральных подмозгах. Так интересно. Да. Вот. Это, так сказать, моя часть. А у Ксении Владимировны совершенно драматургическая часть, непосредственно связанная и с деятельностью драм-театра ТОВ, и с драматическим театром вообще как явление. Ксения Владимировна, вам слово. Боже, вы посмотрите, как рассказ Александр Иванович. Неудивительно, что аудитория просто влюбляется у него с первого взгляда. Абсолютно согласна. Не уводите, не расскажите людям, расскажите людям, зачем им прийти к вам на первую вашу встречу в Доме офицера флота. После вас, видимо, уже незачем. Я не знаю, что такое мир, я не знаю, что такое, там, что. Что? Тропы и фигуры все. Тропы и фигуры, да. У меня задумка такая. В рамках этих четырех лекций 1920-1930 годы Булгаков, Майковский, Эрман и Вселатвишневский не только рассказать про сами пьесы, про то, как они создавались, про обстоятельства, которые сопутствовали этому процессу, что-то из биографии авторов, но и объяснить слушателям моей аудитории, как строится художественное произведение, в нашем случае драма, пьеса, из каких элементов состоит, как все эти элементы между собой согласуются, как они работают, как они функционируют и создают именно тот эффект, на который рассчитывал автор. И, как мне кажется, после этих лекций аудитория, читатель, простите, слушатель, станет более осознанным, более подготовленным, более грамотным, более качественным зрителем либо читателем. И другие произведения, с которыми он столкнётся в своей жизни, будут смотреть экранизацию, либо постановку, либо читать произведения. Он будет совершенно по-другому оценивать. Он увидит, что именно вкладывал автор произведения. Он увидит, как автор интерпретации, режиссёр, допустим, отошёл от авторского видения, либо согласен с ним. Мне кажется, достаточно интересно. А вот Александр Иванович упоминал про Шерлока, которого я использую в своих лекциях. Визуальный материал, он помогает прояснить, очень хорошо прояснить, показать, объяснить, как именно строится произведение. И рассказывая о пьесах, я надеюсь, сделать то же самое. То есть зритель, он сможет понимать язык режиссёра, его, скажем так, механизмы, которыми он хочет усилить ту или иную, может быть, эмоцию, и так далее, и так далее, и так далее. Это действительно очень интересно и очень важно, потому что зритель станет более грамотным, и в свою очередь ему будет интереснее смотреть какие-то постановки и так далее. Да, конечно. Но в первую очередь он авторское увидит, а затем, да, и режиссёрское решение тоже, да, конечно. У Булгакова я планирую взять «Белая гвардия», «Дни турбиных», как роман превратился в пьесу «Белая гвардия» первой редакции, «Белая гвардия» второй редакции, а затем уже «Дни турбиных». Как изменилась персонажная система, какая она была в романе и какая она стала в пьесах. Как от этого изменились акценты, расстановка акцентов. И почему, да? И почему. Как у нас сюжет, который в романе двигается в одном темпе, и в совершенно другом он движется уже у нас в пьесе. И точно так же, примерно по такому же плану, посмотрим пьесы Маяковского «Клоп и Баня», посмотрим пьесы Николая Роберта Чернина «Мандаты самоубийца» и Пселда Вишневского «Оптимистическая трагедия», которая особенно интересна, потому что замечательный драматический театр Тихоокеанского флота делал постановку этой пьесы. И где-то около 10 лет назад, потому что, насколько я помню, премьера состоялась осенью 2008 года. Получается, пьеса шла в 2009, это как раз 10 лет. Мне кажется, это очень удачно. Символично, да? Я сейчас хочу предложить буквально небольшую паузу сделать. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Ксения, ну, естественно, возникает сам собой вопрос, планируете ли вы задействовать замечательную труппу Драматического театра Тихоокеанского флота в проекте «Театральное собрание»? Я бы сказала, что не я планирую задействовать труппу, а труппа планирует задействовать меня. Мне в этом смысле легче, потому что они не могут петь и не могут танцевать балеты. А вот Ксения Владимировна, она будет работать с ними в тесном таком тандеме. Да, предполагается некое содружество. Во время моих лекций будут некоторые элементы театрализации. Это очень интересно, это новый для меня опыт, и я в предвкушении, как все это будет. То есть вы тоже, отчасти, можно сказать, в роли режиссера себя попробуете в любом случае, ведь будете работать с артистами. Скорее в роли актрисы, потому что роман Колотухин будет... Ну то есть это будет такой... Вообще это можно даже интерпретировать, я прошу прощения, но это можно интерпретировать как такой новый театральный жанр, где есть артисты, которые читают пьесу, играют пьесу, правильно я сказал, а есть как бы такой рассказчик-комментатор. И вот в этом получается, что Ксения Владимировна скорее еще одна актриса. Да, здорово. Это еще, наверное, более интересно. Ну и все равно, мне кажется, режиссерская работа там тоже будет проделана, так или иначе. Прежде всего, романом Колотухином будет проделана режиссерская работа, да. Такой момент есть. Сейчас очень популярны читки. Ну мы все знаем, что это такое, когда артисты приглашают гостей и просто начитывают пьесу, да, как они это делают, перед тем, как входят в материал, как говорится, профессиональным языком, да, перед тем, как начинается даже репетиционный процесс. Публике это безумно нравится, это действительно интересно, более того, ее пускают за кулисы, как там все происходит, ведь театр это все-таки волшебный мир, никто не будет этого отрицать. Может быть, вы тоже планируете так или иначе рассказывать о том, как актеры работают с пьесой, как актеры работают с текстами, будет ли что-то подобное? Да, вы знаете, действительно, пьеса «Оптимистическая трагедия», мы уже говорили о том, что она ставилась театром, и здесь сам Бог велел узнать у них, как это все происходило, как режиссер делал выбор, как реализовать свою концепцию, как он все это использовал в элементах уже театра. Вот, да, лекция, естественно, будет этому посвящена в первую очередь, конечно же. А по поводу читки, в прошлом году уже был фестиваль читки, то есть это действительно у нас уже востребованная тема, очень, да. Очень нравятся публики, ну и понятно, естественно, по каким причинам. К слову о публике. Да. Я так понимаю, что проект будет интересен абсолютно публике абсолютно разных возрастов, никаких-то ограничений. Мы на это очень надеемся. Вообще, надо сказать, что вот Школа искусства и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, она сохранила замечательную традицию, которая была когда-то, если мне не изменяет память, в Политене. Это так называемая высшая народная школа, когда представители, ну такое замечательное выражение, третьего возраста, да, вот, приезжают, и в этом смысле они меня невероятно восхищают, в пятницу, средь бела дня, сесть в автобус и приехать на русский остров, чтобы заполнить огромную аудиторию и послушать там какую-то лекцию из числа, которая представляется коллективом Школы искусства и гуманитарных наук. И мы полагаем, что это будут и, конечно, люди третьего возраста, и публика театра, которая уже сложилась, и молодые люди, которым интересен театр как таковой. Мне кажется, что здесь можно разгуляться и студенчество, разумеется. Я думаю, да, действительно, студентам это особенно полезно. Наверное, конечно. Особенно определенных профессий, да, те, которые выбрали определенную профессию. Вот сегодня, это замечательно, мы сказали, читки очень популярны, ваши два замечательных проекта, я уверена, что театральное собрание станет не менее популярным. Спасибо. Максим Иванович Жук, также преподаватель ДВФУ, читает великолепные лекции, и к нему, извините, не прорваться просто на них, да, люди заранее буквально бронируют места, и это так здорово, что такой отклик, это значит, ну, это понятно, что это необходимо. И есть действительно публика, которая готова слушать, слышать, читать и учиться чему-то новому. Вот интересно, ваше мнение на этот счет услышать, Александр немного еще в самом начале нашей программы сказал, что ему хочется все-таки больше вот этой обратной связи. Вот какие, может быть, еще моменты, хотелось бы сейчас озвучить, может быть, зрители прислушаются и тоже как-то пойдут, будет некий интерактив, и они также будут подсказывать какие-то идеи для вас. Вы начнете, Ксения Владимировна? Ну, я тогда спрошу о позволениях. Конечно, Ксения Владимировна. Вы знаете, это вообще, конечно, такая тенденция, то, что сейчас принято называть трендом, эпоха нонфикшн, когда люди стремятся что-то узнать новое. И в этом смысле в городе Владивостоке уже сложилась какая-то такая ну, команда, что ли, людей, которые этим занимаются, и вот не только Максим Иванович, но еще наша коллега из школы искусств Наталья Малкова замечательно читала лекции в хлебзаводе. Вот, и не только, масса, масса. Да, просто всего, конечно, не перечислишь. Конечно, всех не перечислишь, но вообще, вообще, это такой хороший вызов, это хорошая история создать такую гильдию лекторов Владивостока. Это интересная история, надо на этих подумать. Кстати, да. А что касается аудитории, вы знаете, я думаю, что самое главное, нужно приходить на вот такие встречи, в основном случае, это моя такая позиция, я вот в этом смысле стараюсь быть довольно, скажем так, демократичным, надо приходить на эти встречи не как на пару, не как на занятия в университет, а как на возможность какого-то живого общения, уточнения, разъяснения и так далее. Очень многие люди стесняются, очень многие люди стесняются задать вопрос, попасть в просаг, что называется. Вот мне кажется, этого делать совсем не следует. Нужно понять, что рядом, ну, люди, конечно, разной подготовки, и люди разных каких-то знаний, но принципиально это сообщество людей и такие маленькие сообщества, мне кажется, они должны рано или поздно перерасти в какое-то такое большое сообщество. Я не говорю про какую-то конкретную институализацию, простите меня за это слово. Да, ну, то есть, членский билет, паркбилет никому не нужен. Важно другое, что в городе сформируется и укрепится группа, большая группа просвещенных, талантливых, интересных, вот если хотите, пользователей искусств. Вот мне кажется, так. Замечательно, полностью поддерживаю. Вы знаете, очень сложная форма монолог. Вот сейчас мы по очереди сколько, там 300 секунд, минута, и это тяжело. А лектор, он должен держать аудиторию около двух часов вот этого монолога. Куда проще диалог, полилог. Мы ждем его от нашей аудитории, нам будет разы проще, строить лекцию. Мы же во многом работаем экспромтом. Мы смотрим на запросы аудитории и подстраиваемся, меняем. И если мы будем видеть обратную связь прямо во время лекции, лекция даст гораздо больше пользы и преподавателю, и аудитории. Ну, наверняка, все-таки дискуссии, некоторые рождаются, например, на заседании клуба музыкальный вернисаж. Бывают, конечно, бывает. Знаете, приходят разные дамы, которые увлечены, например, когда коллектив Приморской государственной картины галереи принимал роскошную выставку Карла Брюлова из собрания русского музея. И я делал вот такую встречу, посвященную Брюлову и его друзьям. Пришла дама, которая вот сказала, я поклонница Карла Брюлова. Вообще, это такое, такое очень мощное заявление. У нас сейчас же поклонница Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо. А вот поклонница Карла Брюлова, это удивительно. И она начала вот так вот отстаивать позицию. Я уж не помню, о чем там, но вот как-то это было так решительно, смело и очень живо. Это прекрасно. Может быть, даже это есть всегда такая вероятность, что такая вот полемика, она может и поставить рассказчика в неловкое положение, потому что перед вами я хочу вам сейчас заявить, перед вами не стоят большие советские энциклопедии. Перед вами стоят нормальные люди, у которых есть определенный круг знаний и так далее. И в этом нет ничего абсолютно зазорного, я говорю об этом совершенно откровенно. Вот, поэтому но в таких разговорах, вот как было совершенно справедливо сказано Ксении Владимировны, в таких разговорах и рождается понимание того, вообще, какой контакт, что интересно, где надо надавить, где надо не надавливать. Ну, в общем, вы только за вот это общение со зрителем, с публикой, конечно, очень бы хотелось, чтобы публика относилась с пониманием и не боялась задавать вопросов. Лекторы только что официально заявили, что они готовы ко всему. К самообразованию в первую очередь. Да, и к этому, конечно, первую очередь, безусловно. Ну, я вас хочу поблагодарить за вашу работу, безусловно, потому что, конечно, то, что вы делаете, это на самом деле очень серьезно. Спасибо. И это еще не все. Да. Это еще не все. Мы сказали, что все-таки в начале мая стартует театральное собрание. Я предлагаю сейчас совершенно официально пригласить уже. Да, Ксения Владимировна, вам слово. Да, очень хочется пригласить всех на эти собрания театральные. Конечно, на беседы. Я очень надеюсь, что у нас будут интересные, замечательные, вдохновляющие, потрясающие беседы. И мне очень интересно, как это будет, как это получится. И надеюсь, и вам, нашим зрителям, сейчас тоже стало интересно. Безусловно. Ну, здесь надо сказать, что следует следить за афишей, которые размещаются на фасаде Дома офицера флота. Если менее изменяет память, то мы должны начать вот буквально в конце мая, в последнюю неделю мая. Да, примерно так, совершенно верно. В последнюю неделю мая, в воскресенье. Вторая половина мая. Да, вторая половина мая. И вот мы как-то так, вот май-июнь, попробуем сделать такой пилот, посмотрим, как на это будут реагировать публика, как они будут идти. Знаете, был такой замечательный американский продюсер Сол Юрок. Он возил в Америку там и Вихтера, и Зыкину. Он говорил, публика, если публика не идет, то ее не остановить. Поэтому здесь это про нас. Вот бы это девизом не стало. Нет, это не стало девизом. Дабы не заканчивать на этой... На этой ноте, да. На этой замечательной, незамечательной ноте, да, но очень такой, мне кажется, точный. Я хочу также добавить, наверное, от себя немножко. Мне показалось, что если зрители по каким-то причинам стесняются задавать вопросы, я думаю, что совершенно не возбраняется, чтобы они подготовились. Ведь будет еще интереснее. И тогда наверняка вопросы обязательно возникнут. Конечно. Ну, знаете, такое бывает довольно часто. Люди там за Википедии, загуглили, за Яндекс сели, и они что-то к этому почитали. Это очень здорово, по-моему. Так что это тоже не возбраняется. Да, безусловно, поощряется. Первые лекции начнут, начнутся лекции Александра Ивановича, будут первыми. Две лекции, да, скорее всего. А будет два цикла, да, можно сказать? Да, два цикла. Драмат, значит, у вас называется это как? Театр на марше? Театр на марше, да, название цикла. А у меня это называется... Сумбур вместо музыки. Театр начала 20-го. Да, да, Сумбур вместо музыки. А, Сумбур вместо музыки. Это знаменитая... Да, да. Это тему я знаю. Да, да, да. Сумбур вместо музыки. Ну вот следите за афишами. Вот Сумбур вместо музыки, театр на марше. Такая, по-моему, в этих названиях присутствует и настроение той поры, и какая-то незаурядность здесь тоже есть. Александр, не могу не спросить также о совместной программе дополнительного образования с Третьяковской галереей. Расскажите об этом, что это за проект или не проект, но в общем нам интересно. Это проект, и он, так сказать, получается в результате соглашения, которые подписаны между Третьяковской галереей и Дальневосточным федеральным университетом. Дальневосточный федеральный университет, можно назвать его одним из партнеров Третьяковской галереи здесь, во Владивостоке, наравне с музеем Арсениева, наравне с Приморской государственной картинной галереей. Ну, Приморская государственная картинная галерея вообще будет равноправным участником того громадного культурного центра, который должен возвестись на Оксаковской, а Дальневосточный федеральный университет, можно сказать, является таким партнером на ранней стадии. И вот в результате размышлений и в результате каких-то таких предположений о том, кто должны быть те люди, которые будут работать в этом многофункциональном культурном центре, расположенном на Оксаковской, на Орлиной Сопке, в школе искусств и гуманитарных наук будет запущена совместная образовательная программа, которая будет называться Art Management и музейное кураторство. И по нашему замыслу в этой программе будут принимать участие и коллеги из Третьяковской галереи, и коллеги из ДВФУ, и даже коллеги из Московского государственного университета. Потрясающе. Да, люди, которые захотят пройти это обучение, получить соответствующее удостоверение, смогут, сдав незначительный экзамен, ну просто чтобы был какой-то базовый уровень, они вот получат такое образование, такие компетенции, но самое, на мой взгляд, главное, они получат возможность, как бы сказать, сверить свои знания с лидерами в этой отрасли, в частности с Третьяковской галереей. И еще это очень важно, мы планируем, что эта программа дополнительного образования, она предназначена практически для всех направлений подготовки. Что это значит? Значит, у людей, у которых нет искусствоведческих компетенций, мы их будем, скажем так, наращивать, а у людей, у которых нет менеджерских компетенций, но есть искусствоведческие, мы будем наращивать эти компетенции. Таким образом, человек на выходе, в завершении своего образования, он получит, ну, знания и навыки, и компетенции сразу по двум отраслям, и менеджмент, и искусствоведение. Кроме того, вот это уже точно известно, что выпускники первой программы, а набор на нее стартует осенью, девятнадцатого года, выпускники первой программы, лучшие, они получат грант от Третьяковской галереи на реализацию своего выставочного проекта где-то во Владивостоке, где они себе это представят. Ну, все зависит, конечно, от проекта. Вот, по-моему, это замечательный старт для людей, которые хотели бы связать свою жизнь с искусством, с музеями, с галереями, в частности, с картинной галереей. Я бы даже сказала, что это шанс. Это шанс, да, безусловно. Его можно использовать. Да, конечно. Поэтому мы всех приглашаем поступать, как это, поступил в ДВФУ, поступил правильно, но получить возможность учиться у практиков из Третьяковской галереи, большинство из которых, к слову сказать, имеют научные звания, ученые степени, это, по-моему, уникальная возможность. А я хочу сказать, что я очень не хочу заканчивать этот разговор, мне колоссальное удовольствие всегда получаю от общения с вами, Александра, Ксения. Теперь от общения с вами мы только познакомились. Я надеюсь еще неоднократно увидеть вас с гостями нашей программы. А мы надеемся вас увидеть на наших встречах. С удовольствием. Вам как актрисе это должно быть особенно интересно. Спасибо большое. Я с удовольствием присоединюсь. Я думаю, что 8 канал с удовольствием осветит первые дни работы театрального собрания. В общем, удачи вам, отличного старта, ну и развития проекта, конечно же, «Музыкальный вернисаж». Спасибо вам большое. Приходите в Приморскую государственную картинную галерею, приходите в Дом офицера флота. Ну и, как я говорю всегда, найдите время для встречи с «Прекрасным». Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом.